Всем привет, с вами Алекс, канал Мереблап. Работаем с картами, смотрим землетрясение за последние 24 часа. Начинаем с Исландии. Здесь произошло 4,9, пишут сегодня. Глубина 3,5 километра. Но на самом деле это пятерка. Конечно, в других базах данных я посмотрел, это числится как пятерка. И южнее, кстати, здесь 4,3 на глубине 5 километров. Плюс много троек. То есть здесь опасность сохраняется. Крупного извержения. Так, на Канарах ничего нет. В Западной Европе, смотрите, тоже опять затишье полное. Причем вообще нет ничего. И ближайшее, что есть, это вот Греция, в Ларисе. Здесь продолжается 4,5. Глубина 10 километров. Здесь 3,5 на глубине 2 километра. И рядом с Дудаканусом 3,5. Здесь на глубине 5 километров. На востоке Турции 4,1 глубина 10 километров. И корреспондирующий на Западе Ирана 3,1 на глубине 10 километров. Так, Европа как-то очень чрезвычайно тиха в настоящий момент. Такое затишье. Так, смотрим теперь, что происходит у нас здесь в Сибири. В Кемеровской области 2,5 на глубине 5 километров. 3,3 в Республике Тыва. Глубина 10 километров. Ну, смотрите, довольно-таки много землетрясений. 3,9 здесь с другой стороны Республики Тыва тоже 10 километров. Хупсугул. Здесь серия троек. Вот. И восточный Хупсугул. 4,4 на глубине 10 километров. Ну, явно здесь никуда отсюда энергия не шла. Все, она находится в одном месте. Так, на Камчатке у нас 4,6 отмечается на глубине 37 километров. Смотрим южнее. На Курильских островах 4,6 на глубине 35 километров. Это Южная Курила. Продолжается здесь на востоке Япония серия 60 километров 4,3. И в центре Японии 4,2 на глубине 10 километров. Мы идем к Тайваню. Здесь несколько троек и 4,9. Глубина 10 километров. Так, это уже Филиппины, извините. На Филиппинах 4,9 западом. В центральных Филиппинах 3,5 на глубине 17 километров. 3,2 с другой стороны Южной Филиппины 29 километров. И еще южнее 4,5 и глубина здесь 168 километров. Так, здесь в Индонезии на востоке 69 километров 3,2. В Суловесе здесь продолжают 3,3 и 3,4. 3,4, кстати, смотрите, глубокая. 3,3 поверхностная. Так, и резко обострилась ситуация в Западной Папово. На самом Западе здесь 4,4 на глубине 10 километров. А вот здесь реально проблема. Потому что видим, что здесь произошло 5,2 и 5,4. 5,4 на глубине 10 километров. Так, сейчас 5,2 тоже на глубине 10 километров. Да, 10 километров. И 4,8 на глубине 84 километра. Плюс еще две четверки вот здесь. Так, Индонезия 4,5. Вот здесь вот острова. Опять молчат эти острова. Но хоть в Южной Яве здесь от Сумбы 3,4, здесь 3,0, 20 километров. Но это все поверхностная зона. Здесь 3,1,93 километра. Здесь средней глубины. И здесь 3,7-10 километров. Так, у Суматры здесь 3,8 на глубине 139 километров. Смотрим, что у нас здесь в Гималаях. Непал 3,8 на глубине 10 километров. Так. Затем в Нуату сработали 5,2 на глубине 160 километров. И вот опять понизили острова Айлотти. То есть другие базы данных показывают. Здесь шестерка. Здесь 5,9 на глубине 10 километров. И вот здесь 5,8 на глубине аж 557 километров. Но это Южный Фиджи. То есть видно, что все вот эта активность, что здесь, что со стороны Новой Зеландии. Это все связано по глубине с Фиджи. То есть там находится центр фасетки. В Кремандеке продолжаются пятерки 5,2. Глубина 10 километров. Здесь 4,9 тоже 10 километров. И вот сама Новой Зеландия. Видно, что есть пятерки 5,2. Вот. И здесь у нас четверки. Преимущественно тройки. Глубина небольшая. Вот это место реально опасное. И, соответственно, в случае контакта магма с водой, цунами поражает прежде всего вот это побережье. Вот. А здесь, видите, бухт полно. Открытых причем. И, соответственно, туда, цунами, там будет усиливаться опасное место. 4,4, 72 и 16 километров. Вот здесь между островами. И на юге 4,4, 26 километров. Так. Смотрим. В Австралии ничего нет. Теперь полетим в Африку. Посмотрим, что у нас в Африке. Тоже ничего нет. Ну, давайте смотреть тогда Америки. Вот. На юге Аляски вот здесь 3,1 и 3,4. В общем-то, это так все довольно тихо. На Алиузских островах тоже тихо. Во всех штатах. Вот здесь только в Калифорнии 3,0. Вот. Типичная картина для Мексики. Традиционно наблюдается, да. Вот эти тройки, четверки. И вот здесь вот более глубокие в континентальной части 4,1 и 4,0. Так. Есть также вот 4,8 в районе Никарагуа. Глубина 157 километров. Ну, не бодрено, что там идет поддержка для вулканов. Коста-Рика 3,2 на глубине 80 километров. И Доминиканская республика, Британские и Виргинские острова. Здесь обычная ситуация, обычная сейсмическая активность. На юге Перу здесь 4,0, глубина 39 километров. Север Чили со стороны Аргентины, чилийская фасетка, северная со стороны Аргентины. 5,2, глубина 160 километров. И видно, что здесь также плотно четверки кладутся. Тоже глубина между 150 и 200 километрами. Также в среднем Чили, вокруг Сантьяго, здесь 3,1, 3,1, 4,2, глубина 20 километров. Южнее тоже 3,0 и здесь 32 километра глубина 3,0. Так, давайте посмотрим. Ничего нет на южном Чили, ничего нет в Антарктиде. Давайте теперь найдем, где у нас Гавайи. На Гавайях ничего нет. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. А с вами был Алекс, канал Берелап. Уже отличного поражения. Пишите в комментариях. Продолжение следует...